Привет, это Вадим. Сегодня мы снова покодим. Многие из вас просили сверстать звездный рейтинг, так называемый. Ну, такая штука, где там пять звездочек подряд вы можете проголосовать один, два, три, четыре, пять и какой-нибудь рейтинг чему-то выставить. Простой, очень контрол, но довольно часто встречается. Как его сделать правильно, доступно и хорошо, мы с вами сегодня разберемся. Элементы форм, CSS и никакого дживоскрипта. Звучит интересно? Поехали. Ну и куда же без дисклеймера? Моя реплика про никакого дживоскрипта говорит о том, что в этом примере я не нашел применения дживоскрипту, который сделал бы контрол удобнее, полезнее и просто лучше. Решение на чистом CSS, то, что они на чистом CSS, говорит только о том, что вы, наверное, хорошо знаете CSS, но это не говорит о том, что код хороший, пользователям будет удобно, и вообще это универсальное решение, которое масштабируется, везде встраивается и легко поддерживается. Нет-нет-нет, это чисто ваши игрушки. Так что чистый CSS сегодня — это совпадение. А JavaScript — это тоже нормальная технология. Если вы называете себя верстальщиком и не программистом, ну, нормально, но класс-то переключать умеете, элементы находить в доме. Это несложно. В общем, дисклеймер закончился, поехали в код. Я посмотрел на эти звездочки и подумал, что самым адекватным решением был бы использовать input type radio, радиокнопки так называемые. И давайте мы, собственно, их и соберем с вами. Input type radio, ну и какой-нибудь там value им покажем. Value 1. Ну и чтобы они переключались вместе, им нужно дать общий name. name равно health, самочувствие, например. И положим их 5 штук. Ну, соответственно, разные дадим значения. Собрали. Ну и давайте отметим по умолчанию самую первую. Checked. В итоге у нас есть, по сути, звездный рейтинг, но без стилей. Мы можем выбрать 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом, проголосовав. Ну, было бы хорошо дать им всем, наверное, имя какое-то, да? Ну, давайте напишем. Самочувствие. Что мы перед собой видим прямо сейчас? Первое поле, второе поле, третье поле, четвертое поле, пятое поле. То есть, это у нас поля, и было бы классно объединить их в группу полей, да? Знаете, есть тег такой, называется fieldSet. Мы берем, кладем все наши поля внутрь fieldSet и захороняем. О, рамочка появилась. Но она нам особо не нужна, эта рамочка, но давайте пока оставим эту рамочку. А внутри fieldSet мы положим элемент legend. Смотрите, он прыгнул на рамочку. То есть, он нашу группу полей обозначил общим заголовком. И на самом деле, этот заголовок потом приделывается во время озвучания отдельных этих полей при фокусе для скринридера, приделывается к каждому из элементов этой группы. Это довольно полезно. Вы уже, наверное, замечали, что я сначала пишу HTML, то есть, беру встроенные возможности языка и пытаюсь понять, какая из них, вот внутри HTML, обычного HTML, без стиля и без всего, какая из этих возможностей лучше всего подходит к выполнению этой задачи. Существует ли уже какая-то метафора, какой-то контрол внутри HTML, который хорошо подходит для задачи? И почти всегда, довольно часто, такой контрол есть. Не стоит совсем его высасывать из пальца, но вот в этом случае радиокнопки подошли хорошо. Может быть, сейчас еще до конца непонятно, но давайте двинемся дальше, и я пойму, каким образом они нам здесь помогут, и каким образом, правда, они передают идею вот этого звездного рейтинга. Ну хорошо, нашей группе полей мы имя дали. А как быть с отдельными элементами? Для них мы можем взять и переделать элемент лейбл, то есть взять и отдельно лейблом описать, чтобы у них был отдельный элемент. Но в этой ситуации я поступлю по-другому. Смотрите. Выделяю все это и пишу сюда вот что. Aria. Лейбл. Лейбл. Ну и давайте зададим отдельные имена каждому. Ужасно, сносно, нормально, хорошо, отлично. Ну кроме того, что здесь получилась забавная позитивная дискриминация, скринридеры получают дополнительную информацию, обычные пользователи нет. Но это просто на самом деле помогает представить ситуацию наоборот. Но мы не об этом. Дело в том, что когда мы оформим этот рейтинг, он приобретет вид звездочек. Поэтому визуальным пользователям, которые привыкли к такому контролу, будет понятно, типа, одна звездочка хорошо, две лучше, три еще лучше, а вот пять, ну совсем классно. Ну или как вы там голосуете за своих таксистов, за книги, за рейтинги, за фильмы, не знаю. У всех по-разному. Кто-то ставит всегда пять, кто-то ставит всегда один, кто-то вообще не парится. Так вот в этой ситуации мы дополнительные имена описательные дали для скринридеров, где метафоры «звездочка» не существует, потому что не видно интерфейса. Поэтому скринридеры озвучат этот рейтинг словами, обычными словами. А визуальные пользователи увидят звездочки, у них стригерится, ага, контрол со звездочками, и они поймут, как это работает. То есть в среднем такая система работает. Можно было бы дополнительные всякие тайтлы, и подсказочки, и какие-нибудь еще штуки придумать. Но вообще давайте допустим, что вот такая вот метафора, пять звездочек и их описание для скринридеров сработает. И в принципе чаще всего работает. Но тут мы уже уходим на другую территорию, там дизайнеры, UX и прочее, прочее. Мы тут о другом. Мы о реализации. Ну окей. У нас есть лейблы к нашим радиокнопкам. Давайте посмотрим, как они звучат, как выглядит в инспекторе хрома, где, собственно, мы можем посмотреть, как что-то доступно читается. Мы идем в панель доступность, и при выделенной радиокнопке мы получаем радио ужасно. То есть скринридеры из дерева доступности получат, что есть группа самочувствия, а внутри этой группы есть радиокнопка ужасно. А следующая радиокнопка сносно, следующая дальше, дальше, дальше. До отличного. То есть мы сейчас передали всю ту же самую информацию, которую мы передали бы элементам лейбл, но мы не стали запариваться и вставлять элемент лейбл, потом прятать его, поскольку он нужен только для скринридеров. Поэтому мы с рамового начала вставили его только для скринридеров. Закрываем. И давайте посмотрим, как эта штука работает. Прежде чем мы добавим хоть какие-либо стили. Смотрите, я на этой странице нахожусь. Как вы видели, я могу проставить мышкой каждый из контролов. Отлично. Я могу проголосовать. Но еще я могу нажать Tab, и видите, первый контрол выделился. Я нажимаю стрелочку, видите, мышка на месте. И с помощью стрелочки вправо-вправо-вправо-вправо-вправо это очень полезная особенность контролов, объединенных с помощью единого имени в случае радиокнопки. Она нам очень пригодится, когда мы, собственно, будем оформлять и делать наш контрол доступным с клавиатуры. Но сначала немножко стилей. Давайте. Класс Rating. Это будет нашей основой. И дальше еще класс Rating.Caption для заголовка нашей группы рейтингов. Класс Rating.Caption. Сначала избавимся от оформления филдсета. Это Margin 0, Padding 0, Border None. Филдсет ушел. Отлично. Дальше Legend или Caption. Padding 0, ну и Margin Bottom 0.5EM, например. Вот, смотрите, стало совсем симпатично. Наша заготовка готова для оформления. Давайте поставим в ряд несколько рейтингов для наглядности и продублируем наш существующий, дадим им немножко другие имена, чтобы можно было по нескольким характеристикам выдавать какую-то оценку. Самочувствие. настроение, настроение, ну и вообще. Отлично. Теперь у нас есть три рейтинга. Но чтобы имена не мешали друг другу, смотрите, если у нас одно и то же имя, мы можем выбрать только одно из них. А у нас рейтинги должны быть независимые. Поэтому нужно дать отдельные имена. Mood General. General. Все. Видите, теперь зачеканные все первые. Ну, давайте для разнообразия, собственно, наш атрибут checked. Поставим сюда и сюда, чтобы рейтинги у нас были разные. Ну и в красивую диагональ все складывается. Прекрасно. Ну и, наверное, стоит нашему control дать какой-нибудь margin, чтобы они не слипались. Так что давайте пойдем в наш рейтинг и напишем, например, margin1m. Ну вот, отступ у нас получился. Когда мы с вами в прошлый раз верстали всякие чекбоксы, я вам показывал скетч, как я эти иконки рисовал, экспортировал, вставлял разными способами и просто как фоновую картинку, и как SVG, и как Base64. Ну, в общем, развлеклись по полной. Поэтому если у вас будут вопросы, связанные вот с этим контролом, который я сейчас верстаю, там примерно то же самое. Я тоже нарисовал звездочки, я их каким-то образом экспортировал в SVG, оптимизировал, раскрасил. У меня получилось две звездочки. Одна серенькая, другая зелененькая. Серенькая неактивная, зелененькая активная. Состояние Disabled я не стал сюда вставлять, потому что, ну, скажем так, я немножко упростил себе ТЗ. Потому что ситуация, когда рейтинг задизабленный, это немножко, пожалуй, редкость. Это не такой типичный элемент формы. Это вообще не элемент формы, наверное. Вот. Поэтому про SVG-иконки, про их оптимизацию, вставку, вот это вот все, смотрите в предыдущем видео про чекбоксы. А здесь мы углубимся непосредственно в наш звездный рейтинг. Для начала расставим дополнительные классы. Берем сюда, идем сюда и пишем класс rating star. Копируем эту штуку, ну и расставляем во всех остальных местах тоже. Сюда и сюда. Все. Теперь у нас есть класс rating star. star. Вставляем его сюда. Star. Ну и, как вы помните, с прошлого раза мы возьмем и спрячем наши радиокнопки доступным образом. Appearance none. Ну и всякие там префиксы, потому что у нас есть демка, и автопрефиксера у нас нет. Есть много разных способов сделать радиокнопки звездным рейтингом. Я выбрал тот, который посовременнее, поинтереснее. Но дальше мы с вами рассмотрим более совместимые, чтобы они работали в Edge и в E11. А пока экспериментируем на самых последних браузерах. Safari, Chrome, Firefox и вот это вот все. Для начала нам придется обернуть наши радиокнопки в отдельную группу и назовем ее, допустим, rating group. и утащим наши радиокнопки туда. Ну и аналогично со всеми остальными. И также здесь. Вот. У нас появилась дополнительная группа. И этой группе мы зададим position relative. Вы дальше поймете, зачем. группа. Групп. Position relative. Дальше идем в наши радиокнопки. Position. Абсолют. Топ 0. Left 0. Ширина 2 ема. Высота 2 ема. И цвет вот такой вот серенький. Ну и нашей группе тоже дадим правильные размеры, чтобы они не вываливались. Так что ширина 10 емов. Ну, чтобы 2 емные радиокнопки 5 штук вместилось. Ну и высота 2 ема. Вот. Чего мы добились? Мы взяли. И из наших радиокнопок, этих кругляшков с точечками, которые можно ставить и снимать, мы сделали серые прямоугольники. А теперь мы можем взять и расположить эти серые прямоугольники по очереди, друг за другом. А потом им фоновой картинкой поставить наши звездочки. Таким образом, тыкая в каждую из них, можно будет менять фоновую картинку при фокусе. И, соответственно, переключать наш рейтинг. По-моему, очень неплохо. Но это еще не все. Мы сделаем так, что та радиокнопка, у которой рейтинг 5, она будет шириной с 5 звездочек. Соответственно, у нее будет 5 звездочек. Рейтинг 4, 4, 3, 3, 2, 1. Поэтому, когда какой-нибудь рейтинг будет выставлен, всю ширину этого, этой радиокнопки будет занимать фон с 5 звездочками, 4, 3, 2, 1. Таким образом, мы имитируем состояние. Не просто будет одна зачекана, а остальные пустые. Как, допустим, в ситуации с радиокнопками без оформления. А мы сделаем так, что они будут выглядеть по-разному, и рейтинг будет иметь ощущение такого прогресс-бара, как будто бы, только на звездочках. Возьмем наши радиокнопки и задним им разную ширину. Назовем этот блок options и напишем здесь raising star nth of type 1. И унесем сюда ширину 2 ема. Она уникальна для первого. Дальше напишем nth of 2 4 ема, nth of 3 6 емов, nth of 4 8 емов, ну и 5 по всю ширину 10 емов. Таким образом, мы сейчас получили друг над другом их лежащие. Но на самом деле, если посмотреть внимательно, то тот, что снизу, самый широкий. Поэтому, нажимая на него, мы нажимаем только на него, мы не можем переключиться на другие. Поэтому нам нужно поиграть с z-индексом, чтобы поменять порядок. Давайте так и сделаем. Сюда напишем z-индекс 1, сюда 2, 3, 4, 5. То есть, наоборот. Смотрите, что получилось. Раз, два, видите, прогресс бар увеличивается. Куда я нажимаю, туда оно и встает. То есть, я могу поставить сюда рейтинг такой, сюда такой, сюда такой. Видите, они не фиксируются, потому что в фокусе может быть только один элемент. Но мы с вами будем полагаться не только на фокус, у нас будут фоновые картинки. Давайте уже избавимся от нашего серого цвета и зададим фон. Берем, убираем с нашего рейтинг стара цвет и идем в группу. Смотрите, мы зададим сначала картинку всей группе, а потом уже будем сверху накладывать нужное состояние. background-image ur images и здесь у нас будет по умолчанию off svg. Но выглядит не очень, потому что у нас картинка в svg нарисована одних размеров, а у нас контрол немножко другой. Поэтому нужно прописать background-size. Так и пишем. background-size, 2 em, ну и auto, какая бы у него высота ни была. Все. Наши звездочки прекрасно встроились сюда. И если мы потыкаем, то у нас ширина звездочек не совпадает с шириной наших input. это странно. Дело в том, что в браузере есть стили по умолчанию. Ко всем input добавляется определенный font-size, который делает их крупнее, мельче и так далее. Ну, как с заголовком, например. Поэтому у чекбоксов, у input, у button, у таких вот элементов форм, есть какой-то font-size, который не 16 пикселей. У нас сейчас документ унаследовал стили по умолчанию браузера, поэтому 1 em равен 16 пикселям. А у input у нас font-size другой. Поэтому нам нужно отнаследовать нашим input font-size от документа, от родительского элемента, например. Пишем. font-size inherit. Унаследовать. Обновилось, и все, ширина у нас совпадает. Ну, почти что. Надо еще, конечно, марджин убрать. Все. Теперь совпадает идеально. Ну, давайте уже уберем этот фокус, чтобы потом его вернуть, но другим образом. rating star focus и пишем outline none. Все. Теперь, когда мы тыкаем на наши штуки, мы здесь ничего не видим. Поэтому давайте вернем наш фокус в виде фоновой картинки. Точнее, нам не нужен фокус. Мы будем опираться на состояние checked, которое по умолчанию стоит у первого, и мы хотим получить это же состояние у остальных. поэтому мы пишем rating star checked и здесь пишем фоновую картинку. background image url images on svg. Вот, смотрите. У нас получились те чекбоксы, которые отмечены первый, третий и пятый. Помните? Там стоят атрибуты checked, checked, checked. Так вот, они встали в виде фоновых картинок на наши отмеченные input. Но, как вы видите, здесь что-то не то. Да-да-да, мы просто забыли прописать те же самые параметры для фона, которые мы прописывали до сих пор нашему родителю. Поэтому мы берем и background size прописываем для нашей звездочки тоже. Все, теперь стыкуется нормально. Но если вы смотрели внимательно, тут кое-что не так. Видите, маленький-маленький-маленький хвостик. Дело в том, что наша звездочка, она не квадратная. Идеально. Там, по-моему, 20 пикселей на 19. Ну, так нарисовалось. Поэтому нам нужно еще, чтобы повтор фона был только по горизонтали. Давайте так и сделаем. Background repeat repeat x. Это для зелени. Ну, и для сереньких тоже скопируем. Все, хвостики ушли. Смотрите, теперь я ставлю чекбоксы, и у меня чекается нужное состояние. Более того, я могу сейчас с клавиатуры, видите, мышка здесь, с клавиатуры попасть фокусом на этот control и менять состояние наших чекбоксов, потому что радиокнопки работают прекрасно с клавиатуры. Ну, вот опять какая-то дискриминация. С клавиатуры попадаешь, стрелочками можно пользоваться, а мышкой наводишь, и ничего не меняется. Ну, как-то несправедливо, да? Давайте сделаем так, чтобы, когда вы навели мышкой, вам control подсказывал, какой будет рейтинг в зависимости от того, где мышка. То есть, по ховеру менялось бы состояние. Так будет справедливо и нашим, и вашим, да? Поэтому мы берем и кроме чек-то пишем ховер. Ховер. Вот, и теперь, когда мы наводим, у нас эти звездочки появляются, но нюанс. Появляются, но старые не сбрасываются. То есть, вот когда у нас рейтинг 5, он не показывает, что я могу поставить стрелку на 1, и тогда звездочка первая поставится. Он не гасит наш выставленный рейтинг. Ну, давайте погасим. Смотрите, мы при наведении на одну из звездочек будем гасить все соседние. В итоге, рейтинг стар ховер, и здесь рейтинг стар и копируем нашу фоновую картинку и пишем off. Что этот селектор значит? Это значит, что все лежащие на том же уровне классы рейтинг стар элементы с классами такими собственно, будут целью, в которой применятся эти стили. При ховере на одну из них сохраняем и что получается? Смотрите. Было отмечено три, я навожу на первую и зажигается первая. Было отмечено пять, на какую я навожу, такая становится целью. Ну, это, соответственно, то же самое здесь. Все, можно навести, отметить, отметить, убрать. Вроде бы все красиво. Ну, почти. Можно сделать еще кое-что. Вы помните в предыдущем видео, что я очень сильно заморачивался с состоянием фокуса. То есть, когда мы фокусируемся на чекбокс, нужно понимать, что мы на нем находимся, и тогда можно с ним взаимодействовать. Я очень люблю навигацию с клавиатуры как пользователь и как человек, которому есть дело до пользователя клавиатуры, для которых это единственный способ пользоваться интерфейсом. Поэтому состояние фокуса я стараюсь во всех интерфейсах, с которыми работаю, обязательно иметь. А в этой ситуации никакого фокуса особо нет. То есть, вы попали с клавиатуры на какой-то рейтинг звездный, и чем он отличается от других звездных рейтингов, не очень понятно. Это, наверное, дизайнерская задача, сделать так, чтобы можно было понять, что текущий контрол активный. Я ее решил немножко в лоб, я добавил всему контролу outline, и получилось то, что получилось. Я уверен, что можно сделать лучше, но это было простое решение, чтобы продемонстрировать технологии скорее. А технология здесь нетривиальная. Мы будем рисовать рамку родительскому блоку, если внутри есть фокусированный элемент. Идем в нашу группу, рейтинг групп, и пишем рейтинг групп focus within outline solid 0,2ем и голубенький. Что получается? Я понимаю, где я нахожусь, с каким контролом взаимодействую. То есть, здесь выставил рейтинг, здесь выставил рейтинг, и здесь выставил рейтинг какой-нибудь. Но как-то рамочка плотная, давайте небольшой отступ сделаем. outline offset 0,2ем. теперь чуть посвободнее. Очень хочется скруглить эту рамочку. И в прошлом видео я использовал для этого box shadow, потому что box shadow следует border radius. А outline, к сожалению, не следует. Мне кажется, это баг. Но отвечая на многие-многие комментарии, мол, зачем ты используешь box shadow для рисования рамочки, повторюсь, теперь громко для всех. Оно удобнее, много рамочек можно нарисовать, и они еще следуют за скруглением. Вообще отлично. Но в этой ситуации я пренебрег. У нас звездочки с острыми краями, у нас и рамочка будет с острыми краями. Почему бы нет? Я здесь дизайнер, да? Ну что, все классно? Наши контролы работают? Давайте еще раз проверим. Идем сюда, выставляем рейтинг, идем сюда, выставляем рейтинг, идем сюда рейтинг, тоже выставляем. Классно, здорово и даже кросс-браузерно. Ну, почти. Давайте посмотрим, как наши звездочки выглядят в Edge. Windows 10, Edge. Идем, выставляем рейтинг, все классно работает, но хоть звездочки и работают, а отлайны нет. Дело в том, что в текущей версии Edge не поддерживается селектор Focus Within. Но с этим можно кое-что сделать. Есть либо полифил, либо трюк. Моя задача была не усложнять, поэтому я решил не добавлять сюда JavaScript, а использовать трюк прямо здесь. Но если ваша задача сложнее, наверное, стоит добавить полифил, который вам будет имитировать Focus Within. для имитации добавим в нашу разметку еще один экстра элемент. Сразу после инпутов мы добавим div класс rating focus и продублируем его везде. Пока там ничего нет. Возьмем этот класс и напишем для него стили. Идем в состояние нашего фокуса, дублируем и пишем. Как только у нас одна из звездочек в фокусе, значит рядом лежащий элемент rating focus получает. А что он получает? А те же самые стили, которые у нас уже есть у нашей группы, которую, к сожалению, нельзя здесь использовать, потому что focus within не поддерживается ведже. Берем и удаляем эти стили и вставляем их сюда. Но этого мало, потому что эту штуку нужно каким-то образом спозиционировать. Так что мы здесь пишем всякие штуки, типа position absolute top 0 right 0 bottom 0 left 0 все 0 и чтобы он не мешался еще и zindex минус 1 сохраняем. Это у нас хром, но работает, то есть мы только что с вами как будто бы имитировали focus within. Edge абсолютно доволен. мы получили тот же самый элемент, который показывает, где у нас находится фокус. Хотя селектор focus within в edge не поддерживается. Ну ладно, это edge, а что у нас в E11? Давайте посмотрим. А в E11 у нас катастрофа. Смотрите, какие чудесные глазки черные и как-то все очень страшненько. ну вот такой вот браузер. Вот так вот он не умеет то, что нам нужно. Главная проблема здесь, конечно, со свойством appearance. Оно не может скрывать радиокнопки, как нам нужно, поэтому здесь мы можем прибегнуть к нашему старому доброму способу. Берем и делаем position absolute, clip и вот это вот все. То, что мы делали в предыдущем видео. Просто спрятать радиокнопки так, как понравится E10, у нас не получится. Нам нужен дополнительный контейнер, который сделает так, чтобы была какая-то чувствительная область, на которую можно нажать, и тогда радиокнопка зачекается, и, соответственно, нам поменяются иконки и все остальное. То есть сюда, наверное, логично, вполне логично будет вернуть наш элемент label, обычный элемент label, о котором мы в самом начале избавились, потому что есть атрибут лейбла с радиокнопкой через айдишник как раз сыграет нам на руку и заработает эта штука в E11 тоже. Идем в код и начинаем переписывать. Для начала избавимся от звездочек. Теперь они у нас будут инпутами, вот эти штуки. Берем и делаем рейтинг input здесь здесь и здесь Все, все страшно, все плохо. Ну, сейчас мы починим, не бойтесь. Дальше каждому добавляем label. Сейчас будет магия с мультикурсорами, вы не пугайтесь. Идем. и пишем label класс rating star label у нас появился. Дальше возвращаемся к нашей радиокнопке. берем aria-label возвращаемся к нашему лейблу вставляем сюда aria-label а не текст. Я объясню попозже почему. Теперь нам нужно прописать связь между ними поэтому напишем for сходим сюда скопируем health вернемся в наш for и напишем health 0 вернемся сюда и напишем id равно health 0 связали осталось только циферки расставить 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 Все Теперь у нас есть input Давайте их даже разделим вот так вот Теперь у нас есть input с id допустим health 1 у которого есть лейбл привязанный к нему по id health 1 и у него есть лейбл у лейбла ну немножко так усложнили но и упростили одновременно Соответственно они связаны друг с другом Сохраняем и ничего особо не меняется ну потому что лейбл пустой связь есть но тем не менее мы будем на него опираться иначе Ну остальные части с мультикурсорами мы сейчас набирать не будем я сэкономлю ваше время немножко хотя эта штука уже затягивается Тем не менее мы сейчас с вами перейдем к написанию стиля для этой всей красоты чтобы и E11 был доволен я скопировал ту же самую красоту для всего остального mood1 mood2 general1 general2 ну в общем чтобы не набирать все это снова все наша разметка готова для совместимой реализации звездного рейтинга для начала нам нужно спрятать наши input так что мы идем и прячем после группы пишем input и пишем рейтинг input position absolute ширина 1 пиксель высота 1 пиксель overflow фокус теперь у нас не звездочка в фокусе потому что это лейбл сейчас а у нас input в фокусе поэтому мы берем к нашему input берем и возвращаем ту самую рамочку их взаимодействие сохранил все теперь когда кто-то в фокусе рамочка вернулась ну уже неплохое начало дальше нам нужно вернуться в наше взаимодействие с фокусами и прочими штуками у нас теперь не рейтинг star checked а рейтинг input checked и менять нам нужно рейтинг star то есть мы идем и пишем следующее если input зачекан то сразу после него идущий рейтинг star лейбл а также лейбл рейтинг star при ховере имеет загоревшуюся зеленую звездочку сохраняем ну и практически все смотрите работает отмечается checked срабатывает фокус срабатывает давайте посмотрим как с клавиатуры с клавиатуры работает то есть мы с вами сейчас починили то что уже работало в хроме это мы конечно молодцы но нужно проверить как это работает в интернет explorer одиннадцатом ради которого мы старались идем и смотрим ой ой смотрите какие чудеса я навожу оно растет господи что за какой чудесный браузер что у него за особое мнение но давайте посмотрим что хоть в edge не сломалось да нет работает и даже смотрите справа браузер sync помогает нам синхронизировать формы в разных браузерах и в e получается красиво что-то такое тематически новогоднее звездочки какие-то что же происходит так получается что у интернет explorer одиннадцатого есть проблемы со свойством background size до сих пор мы его не видели потому что мы не могли спрятать наши радиокнопки а сейчас мы его увидели наконец-то как он взрывается и ломается и поняли что что-то не так давайте вспомним как мы писали background size ну для начала для чего мы пытались наши произвольных размеров свгшные звездочки вписать так чтобы при блоке шириной 10 емов туда вставало 5 звездочек шириной 2 емов то есть мы писали background size такой что 5 на 2 10 то есть 2 емов и ширина а высоту этим звездочкам мы не задавали мы писали просто 2 емов и авто чтобы внутренний сайзинг свг сказал ну авто ну значит я сам посчитаю какая высота у этого фона то есть браузеры умеют так делать вы можете указать либо ширину либо высоту а второй параметр не задавать браузер по картинке поймет какого размера это должно быть рассчитает сам по себе так вот у е11 с этим проблема ему нужно явно указать размеры нашего фона благо какие-то жуткие дроби нам присать не придется у нас размер этой иконки 20 на 19 поэтому мы можем написать 2 емов и 1.9 емов получится то же самое соотношение что 20 к 19 давайте сделаем посмотрим поможет ли это нам возвращаемся и во всех местах пишем вместо авто пишем 1.9 емов и здесь тоже пишем где же где же где же вот здесь вот 1.9 емов для начала смотрим сюда ничего не сломалось соотношение не сломало все прекрасно работает возвращаемся в е11 и здесь тоже наконец-то все прекрасно заработало мы ходим и прекрасно все работает и прекрасно все работает но здесь небольшая разница правда есть смотрите outline offset в е11 не работает а здесь работает но вместо outline offset можно просто спозиционировать нашу коробочку пошире и свойство outlines работает а offset мы имитируем с помощью position absoluta и top 02 left 02 и так далее и так далее то есть с этим тоже можно что-то сделать давайте так и сделаем чтобы совсем красиво было идем сюда и outline offset наш убираем и пишем сюда top минус 02 right минус 02 bottom минус 02 и left минус 02 сохраняем и проверяем сначала здесь здесь все в порядке здесь да то же самое в итоге что мы сейчас сделали сначала мы сверстали прототип основу на встроенных html элементах мы убедились что эта штука знакома браузеру доступна с клавиатуры и вообще есть такая метафора внутри html как выбор чего-то одного из опций каких-то а потом просто сверху сделали оформление сначала современное appearance none и вот это вот все фоновые картинки прямо на радиокнопке мы даже лейблы не сделали мы лейблы поставили с помощью aria-label атрибутов потом мы поняли что что-то не так с focus within и починили его в edge имитировав его дополнительным дополнительным элементом потом мы нашли одну багу в e11 починили ее с помощью явного указания background size потом нашли один недостаток свойства в e11 и имитировали его с помощью позиционирования даже для e11 сделали хорошо красиво доступно с клавиатурой и удобно пользователям прежде всего ну не молодцы ли это все на сегодня спасибо что засмотрели обязательно продолжайте писать на happy bills bayonet с вашими вопросами идеями и всяким таким или прямо в комментариях под этим видео мы неплохо с вами пообщались под прошлым видео и под предыдущими тоже так что на некоторые короткие вопросы я отвечаю прямо там если вам понравилось или не понравилось вы знаете что делать если вы проходили мимо и вы хотите узнать что будет в следующих сериях этого прекрасного сериала обязательно подпишитесь включите уведомления и вы точно не пропустите а так увидимся через неделю пока в следующий раз подпишитесь на